В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. Уважаемые зрители, здравствуйте. Товарищ Душенов. Это видно тоже, либо бывший военнослужащий, либо такой убежденный советский человек спрашивает. Товарищ Душенов, почему в России хотят отказаться от штурмовика Су-25 и вместо них хотят использовать Як-130? Як-30. Причем и Америка делает тоже. А самолеты винтовые. Что, грядут войны с папуасами? Ну что я вам скажу, товарищ зритель? Но вы немножко ошиблись. Во-первых, Як-30 не турбовинтовой. Самолет вовсе. Это реактивный самолет. И он изначально планировался и задумывался как самолет с одной стороны учебный, а с другой стороны боевой, как легкий штурмовик. Во-вторых, производство штурмовиков Су-25 остановили только-только. Последний был сделан в конце прошлого года. Все. С 2017 года остановили их производство. Они разрабатывались еще в 70-х годах прошлого века. Но удачный самолет получился. Что, в Афганистане воевали? Ну, действительно, хороший самолет, летающий танк. Штурмовик качественный и эффективный. Но возможности его модернизации оказались исчерпанными. И теперь встает вопрос, какой будет самолет другой выполнять роль штурмовика. Пока, вот на сегодняшний день, продолжает активно производиться самолеты Як-130. Они, конечно, по мощи своей не идут в сравнение с Су-25, это легкие штурмовики. Но, тем не менее, точно так же, как у нас есть тяжелые истребители, семейство Су, и легкие истребители, это семейство Мигов, точно так же и в штурмовиках могут быть задачи для Су-25, а может и для Яков. Нужно иметь какое-то оптимальное сочетание. Это раз. Два. Уже были высказывания со стороны вполне себе компетентных и высокопоставленных представителей Министерства обороны, что рассматривается вопрос о том, что будет в производство запущена штурмовая версия Су-34, вот этого бомбардировщика нашего, который в Сирии себя так хорошо показал, что на его базе будет сделана штурмовая версия этого самолета, Су-34. А это будет вообще тогда суперштурмовик, потому что это такая тяжелая машина, которая может брать огромное количество боеприпасов. Кстати говоря, кабина Су-34, уже истребителя этого, то есть бомбардировщика нашего, а она уже бронированная. Очевидно, для штурмовика это недостаточно, какое-то понадобится усиление, скорее всего. Я не берусь судить, я в этой области не специалист, но по логике вещей штурмовик должен быть самым защищенным самолетом, потому что он работает непосредственно над полем боя. В него летят пули, в него стреляют крупнокалиберные пулеметы, в него стреляют из ПТУРов. Короче говоря, все, что на поле боя есть, все, так сказать, летит в этот штурмовик. И, конечно, нужно максимальное бронирование. Вот один из вариантов, который рассматривается, как я понимаю, это, значит, доработка Су-34 до версии штурмовика нового поколения, потому что он сам по себе, этот самолет Су-34, это 4++, это, в общем, новое поколение самолетов. Что касается американцев, американцев эти знаменитые их тандерболты, А-10 штурмовики, которые тоже еще, они во Вьетнаме, они еще старше наших, еще на 10-15 лет старше, они в 60-х годах во Вьетнаме воевали и сейчас воюют в Сирии. Между прочим, могли бы и не воевать. Их генералы американские вообще хотели списать все, целиком. Еще там 10 лет назад им Конгресс запретил. То есть, если бы была бы воля этих американских генералов, они бы все давно вообще в утиль списали. Конгресс просто законодательно запретил им списывать эти штурмовики. И вот они до сих пор воюют в Ираке. Что касается каких-то новых поколений, особенно, вот как вы говорите, винтовые, производятся действительно турбовинтовые штурмовики, но они производятся в основном для противопартизанских, контрповстанческих операций, где-то над джунглями, там, где на большой скорости, на высокой, ты все равно ничего не разглядишь. И бессмысленно использовать реактивную авиацию. И в основном они для таких вот стран третьего мира производятся на экспорт. Да, покупают там африканские страны, латиноамериканские страны покупают их. Это легкие штурмовики для борьбы с партизанами, на самом деле. Ни мы, ни американцы себе на вооружение такого рода самолеты ставить не собираемся. Продолжение следует...